всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и у меня сегодня для вас несколько посылок с aliexpress которые я хочу показать вам количество посылок небольшое но уверяю вас будет интересно поэтому досмотрите это видео обязательно до конца и вы сами все поймете вот такие милые штуковинки я нашла на aliexpress я надеюсь вы уже догадались что это такое да это заглушки на спицы чтобы наши петли не слетали когда мы оставляем вязание в наборе идет 6 штучек стоят они сущие копейки не помню что-то около 100 рублей мне не очень понравились поэтому я взяла именно такой набор раньше у меня были заглушки вот такие двух размеров побольше и поменьше но мой собакин решил попробовать их на вкус и маленьких заглушек у меня не стало поэтому я задалась целью найти такие на aliexpress и вот пожалуйста нашла вот такой набор так что мне теперь их много следующая посылка если честно я даже не знаю что это такое и для чего это вот такой набор я не знаю как он называется я бы сказала что это наперстки но они мягкие и очень такие приятные они все разных размеров то есть на любую руку у кого пальчики побольше поменьше можно подобрать однозначно и смотрите для чего я искала такие штуки я любитель продвигать спицу указательным пальцем правой руки и иногда здесь начинает вот это место болеть для того чтобы защитить палец я решила найти что-то подходящее и посмотрите что мне попалось я абсолютно довольна это очень удобная вещица то есть если у вас ногти они не будут мешать принципе пальчик дышит тут есть дырочки и как раз вот это место которым я проталкиваю спицу она здесь защитит мой пальчик так что если для вас такая проблема тоже существует можете перейти по ссылке под видео я оставлю все ссылочки как обычно и такие штучки себе купить и да если кто-то знает что это такое вообще и для чего это используется тоже напишите там в комментариях мне самой интересно что это за штуковины вот в таком пакете пришел мой следующий заказ здесь красивая наклейка thank you пакет конечно же потрепался на почте но мне было жалко вскрывать вот эту вот штучку чтобы вам показать поэтому я залезла в него через низ здесь точно так же этикеточки всякие и все очень хорошо замотана в пленку и вот смотрите я снимаю пленочку ой какой красивый цвет причем этот цвет передается почти как оригинальный и посмотрите это у нас тоненькая ниточка я взяла для себя зеленый цвет из этой тонкой при тонкой ниточки сплетен шнурочек и на шнурочки нанизаны пайетки причем пайетки голографические и разных оттенков если вот так вот посмотреть видите они разными оттенками переливаются я брала эти пайетки под определенный проект у меня есть уже в наличии ниточки которым я хотела добавить вот именно эту нить чтобы оживить полотно чтобы придать изделию какую-то изысканность чтобы она смотрелось интереснее и прям сейчас я попробую а вы не переключайтесь вместе посмотрим получилось у меня попасть в то что я планировала или нет и еще одна посылка осталась она пришла у меня точно в такой же упаковке и точно так же я ее открыла снизу вы только посмотрите какая красота это у нас хбшная ниточка состоит из пяти хлопковых нитей на которые нанизаны пайетки пайетки здесь двух размеров 3 миллиметра и 6 миллиметров вот так вот она выглядит в каталоге это 19 оттенок если вы перейдете по ссылочке под этим видео вы увидите как на фотографии они смотрятся вот ну в принципе на экране я вижу точно такой же оттенок как и на его то есть цветопередача работает хорошо и хочу сказать вам что когда вы будете вязать если подобрать ниточки более менее похожего оттенка то нить вот эта хлопковая будет незаметно а сами пайетки будут приобретать тот оттенок нити который вы будете использовать то есть не обязательно совсем совсем искать нити в том и я вам чуть позже покажу где я уже попробовала эту ниточку то хочу сказать что тот магазин в котором я брала размот делает по 200 грамм есть магазины которые продают по 50 по 100 грамм то есть когда вы увидите что цена сильно отличается имейте ввиду что это разный вес моточков мой моточек вот таких размеров на ладошке вы его видите это 200 грамм имейте ввиду и если вам не надо 200 грамм выбирайте тот товар где цена стоит поменьше главное смотрите отзывы чтобы отзывы были о магазине хорошие у меня конечно же были опасения не будут ли пайетки облазить но я уже связала изделие постирала его и вот этот вот блеск остался на месте нигде никаких изменений с пайетками не произошло и вот моя работа в которой были использованы пайетки мастер-класс по этой шапке кстати уже есть на канале и вы наверное кто уже видел этот мастер-класс конечно же догадались что я сейчас буду показывать именно эту шапочку связана эта шапка из пуха норки пух норки а также брала на алиэкспресс на пух норки также вам оставлю ссылочки если вас заинтересовала такая шапка такие пайетки можете смело покупать качество хорошая ими довольна и вот я попробовала некоторые варианты и могу вам сейчас их показать это пряжа кашемир с шелком ниточка 500 метров в 100 граммах и в две нити я здесь вязала и ниточка пайеток вот так это выглядит переливается все пайетки играют конечно камера блеск пайеток плохо передает но я думаю что видно насколько здесь вот эта ниточка зеленая освежила пряжу получился такой меланж с переливами ну достаточно интересно дальше я просто в две ниточки провязала пряжу основы для того чтобы посмотреть как будут смотреться например полоски дату здесь мы не вставляем пайетки здесь мы вставляем пайетки и вот такими полосами можно сделать изделие вот а тут я уже попробовала одна нить кашемира с шелком и нить пайеток то есть полотно получилось намного тоньше и здесь переливы уже более явные принципе мне это это нравится даже не знаю как определиться то есть вы сейчас можете посмотреть и в комментариях напишите какой вариант вам больше понравился еще у меня есть вот такая пряжа в зеленых оттенках это твит по составу верблюд кашемир шелк здесь нить с пайетками не так сильно отличается по оттенкам нежели как вот тут вот и не очень заметно но она дает о себе знать полотно прям заиграла до засветилась очень красиво выглядит мне мне даже этот вариант нравится больше дальше я попробовала чередовать полосы твида и полосы нити с пайетками и вот так это получилось жаль что при помощи камеры очень сложно передать то что я вижу здесь на его я думаю что этот вариант однозначно заслуживает внимание пряжа после стирки должна распушиться то есть это все еще в пропитке это бобинная пряжа и вот эти вот прозрачные полосы с маленькими переливающимися пайетками будут смотреться очень даже неплохо ну и в заключении хочу сказать что все покупки мне очень понравились все ожидания совпали с реальностью пряжа с пайетками отличного качества что первый вариант что 2 я уже убедилась в этом одно изделие у меня уже готово здесь у меня отвязаны образцы и вы все это видели сами своими глазами так что можете сравнивать цены в каких-то других магазинах и не бояться брать делать покупки на алиэкспресс если тут действительно будет выгоднее а у меня на сегодня все пишите обязательно комментарии ставьте лайки или дизлайки подписывайтесь на канал с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока